Всем привет! Это Таня Матания и Костя, мой сыночек. Мы сегодня будем делиться с вами своим списком к школе. У нас уже был в том году бокс. Это такие ящички в школе. Мы их арендовали и наполняли. В том году я начинала снимать видео, но мы постепенно, каждый раз что-то туда докупали. И сейчас мы будем делиться не просто, что мы купили, а всем своим опытом, что нам действительно реально пригодилось, и что мы будем повторно покупать в этом году. То есть это будет очень полезно, если у вас есть именно такие боксики. Что же вам все-таки купить? Ловите от нас наши секретики. В конце, может быть, я вставлю закупку прошлогоднюю. Не знаю, посмотрим, как у нас. Вот мы вытащили все, что в этом году из своего бокса. Нам нужно было его освободить. В следующем году нам тут другое дадут. И вот, что у нас тут остатки. Посмотрим сначала по остаткам. Во-первых, я не сразу догадалась купить вот такие вот ящички. Они нам нужны были для обуви. Потому что, когда сначала мы просто так ставили, было неудобно. Для обуви был вот этот. Вот этот удобный, который повыше. То есть он чуть-чуть повыше, он как бы отделял. Можно было еще что-то поставить рядом с обувью. Потому что они такие длинные вглубь. Значит, вот эти вот ящички рекомендуют. А второй был ящичек у нас для всяких констоваров. Во-первых, как-то так можно поставить. Вот так вот не получалось. Не получалось. Обувь слишком высокая была. То есть это было более выше на другом месте. То есть если бы ящик был еще более высокий, тогда можно было друг на друга ставить. Вот видите, какие нюансы. Так, дальше. Здесь у нас были всякие констовары. И всякие запасы. Давай остановимся сначала на обуви. Вот видишь, что у нас тут все это рассыпалось. Вот такие мешочки я покупала. Это для того, чтобы сушить обувь. Потому что после физкультуры складываете все туда. Да, оно влажное бывает. Дома вы на батарее просушите. Потные, да. Скажи, пригодились? Ну реально. Я их забываю оставлять. Но если не забывала. Влаго забывала. Даже если ты забываешь, они рядом лежат, они все равно впитывают. Понимаешь? Но все равно, то есть вот эти вот штуки, они нужны. Я еще в этом году куплю. Это я купила в Спортмастере. Вот такие вот для обуви. То есть они наполнены. Вот он порвался. Не знаю, как это показать. С прозрачной. С прозрачной этой солью. Сейчас будем приводить в порядок. То есть вот они для сушки обуви. А вот эти вот ароматизаторы. Я еще покупала такие кругленькие ароматизаторы. Они пригодились. Нужны тебе для того, чтобы запах отбивать. Ты их не забывал, шарики? Мама, я даже не знаю, где они сейчас. Понятно. То есть они быстро потерялись. Но надеюсь, в этом году ты будешь не такой рассеянный. Нужно их покупать или нет? Не надо. Не надо. Хорошо. Еще из сушителей очень классную штуку. Я брала на Алиэкспресс. Ссылочку внизу. И вот здесь, посмотрите, как она выглядит. Когда я закупку делала, я ее показывала. Она осушает воздух во всем. Она вешается на крючочек. Да. И она была классная. То есть в нее реально набиралась влага. Потому что вы вешаете опять мокрую одежду. Если в раздевалке она так высохнет, а так вы бокс закрываете. И там все это мокрое. Инфляция вновь. Да. Весиваться некуда. И все это там висело. Поэтому вот эту штуку. И я ее, кстати, хочу сейчас в хозблок себе купить еще домой. Потому что именно в шкаф повесить. Потому что штука очень нужная. Значит, про сушку мы про обувь проговорили. Так, тряпочки. Тряпочки нужно, чтобы что-то вытирать. Протирать обувь. Следить за ней. Они просто так и не валяются. Но я так понимаю, что ты ими пользовалась. Потому что вот они в таком развернутом состоянии. То есть немножко какие-то тряпочки, они нужны. Поэтому они у тебя остались. Я думаю, что в этом году они нам не понадобятся. Вот эти вот скрученные уберем просто. Влажные... Я иногда ими пользовался. Конечно, пользовался. Я прям целый набор закупала. И еще куплю. Влажные салфетки тоже купить тебе? Да-да. Да, и влажные салфетки. Так, все. Это выяснили. Теперь пенал. Пенал. Я так понимаю, так как он пуст, значит оттуда что-то забирало. Да. То есть все-таки запасные ручки, запасные карандаши. Карандаши, пенал. У нас причем конструкция такая с линейкой какой-то, да? Он такой удобный. Классно, да? То есть пенал, значит все в пенал. Так, тетрадик. Так, ластики, ручки, карандаши, кисточки. Да, я в пенал? Да. Так, все это мы возьмем. Значит, тетрадки. Запасные тетрадки. Линейку и в клеточку, да? У меня только в линейку. Да, я их думаю, будет мало. Ну, это мы возьмем. Так, дальше. Самое важное. Я все время покупала воду. Когда нужна. Вода нужна. В какой емкости тебе нужна вода? Какой лучше тебе получилась? Вот такие вот большие. Полтора метра? Да. Две бутылки полтора метра. Ну, можно ее вот так случайно поставить в сторону? Угу. Она же вот такая. Куда в сторону-то? И потом. А, то есть когда ты ее взяла и по помещению уходишь? Ну, это у тебя какие-то свои особые. И потом еще одно. Сел. Никто не берет с собой воду. Никто. И получается ты свою воду раздавал? Да. То есть ты выходишь со своей полтора литровой бутылкой, которую у тебя есть в запасе, мама тебе купила, и вы все ее пьете. Так получается? По очереди. Вот видите, замечательно. Я снабжала водой. Кстати говоря, про перекус. Я покупала вот эти вот батончики сначала ему на перекус. Перекус покупать тебе продолжать? Думаю, да. Да. И он тоже его раздавал? Нет, 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 нет. Сам ел. Сам ел? Да. Ну ладно, мы поверим тебе. Потому что я как-то спросила, говорит, я другу, Костя? Один раз. Ладно, поверю. В общем, перекус тоже. То есть что-то вот... Небольшое. Небольшое в упаковке. Мы иногда круассаны брали, иногда такие бисквитики всякие, всякие разные, всяких разных фирм брали. В общем, это тоже нас очень даже хорошо спросало. Дальше. Всякие кармашки нужны тебе? Или все у тебя хватает? То есть я хотела подвесные, подвесные. Ну, это тебе хватает. А я как туда загляну, думаю, господи. Но если там будут кармашки, все будет не в кармашках. Потому что ему их хватает, да? Правильно? Так, дальше. У нас там хранилась футболка и штаны запасные. То есть кроме... Да, на физкультуре. Да, на физкультуре. У нас были разные варианты замков. Он терял то ключ, то ключ забывал. Но кодовые замки он жаловался, что цены взламывали. Ну, это просто замок был плохого качества. Ты думаешь, замок был плохой? Ну, не знаю, поищем теперь. Они все такие, они все китайские. Можно очень хороший замок найти. Да? Ну, давай. Хороший кодовый замок, значит, кодовый, да, все-таки? Да. То есть, чтобы не забывать ключи. Потому что мы несколько раз взламывали замок. Потому что у нас был вот этот вот ключик, да? Вот, Костя, в этом отношении все у нас... Так, что тебе еще нужно, пока мы составляем список? Что-нибудь в голову приходит? Что-то натру? Там, я не знаю, краски, кисточки, там, все это... Все это к школе. Ну, это к школе, да. Да, кстати, лучше краски тоже здесь хранить. Ну, мы и хранили просто, я, но и же уже куда-нибудь делись. Да, краски я вытащил. Да? Да. И я, в смысле, запасные. А, то есть, еще один комплект? Да. Один такой, а это запасные. Да, именно запасные. Ну, хорошо, давай. И желательно в баночках отдельных. Хорошо, это ты сам теперь покупаешь в этом году. У нас Костя будет сам делать закупки. Ну, вот видите, вот у нас сколько всего в ланчбокс мы в этот бокс купили. А, кстати, вот у нас термос не пошел, да, вот эту вот бутылочку с собой носить. У нас так и не пошло. Ланчбоксы не пошли. То есть, мне легче было купить вот эти вот отдельные. А если что, там пирожки какие-то за 20 рублей у нас были, да, и можно перекусить. Поэтому мы ланчбоксы с собой не таскали. Ну, все, всем пока. Пишите, что у вас еще есть, кроме того, что вот я перечислила в ваших ящичках, да, если они у вас есть. Вот. Я надеюсь, что вы что-то прикупите, догадаетесь, благодаря моим видео. В этом году мы оплатили боксу. Нашей школе есть такая возможность. И мы пользуемся первый год. И я вот последовала совету мамочки одной. Спасибо ей огромное, чтобы сделать там запасы. То есть, я беру такой лоточек, в котором будет это запас такой перекуса. Если мы что-то забыли с собой взять, ланчбокс и так далее, потому что все равно ребенок что-то перекусывает, вечно голодный. Какие-то мишки барни, может быть, нам неудобны. Мишки барни уже нам неудобны, неактуальны. И поэтому вот такого плана, что-то, что запаковано поштучно, я буду ему брать. И раз в неделю будем по пятницам заносить, чтобы у него на следующую неделю был запас. То есть, мы его будем пополнять. Вот такие батончики я взяла, чтобы если что-то перекусил. Коктейль, потому что там нельзя соки. И молочным коктейлем как-то больше напиваешься. Сок вызывает аппетит, поэтому лучше коктейльчики. Носовые платочки, воду в запас и тряпки я решила взять вот такие, потому что ими можно пользоваться по-разному. И как носовой платок можно и вытереть что-то на год. Я думаю, что нам хватит такого рулона. И также запас пенальчик, то есть запас ручек, стерок и так далее. Потому что, ну, вдруг дома ты забыл. Если есть возможность где хранить, здесь линеечка, очень удобно. Ну, его в портфель не очень удобно оказалось. А как запасной вариант, достаточно хорошо. Тетрадки по-русскому, по математике. То есть, ну, несколько тетрадочек у нас там будет. Думаю я, где хранить денежки. Пока не купил кошелёчек. Ну, я думаю, что я куплю и приспособлю вот такой чехольчик. Ну, обязательно куплю кошелёчек. С ребёнком выберем какой-то простой, чтобы рублей сто у него всё время были. Мало ли, тоже забыл. Иногда нам нужно пользоваться транспортом. И я думала, думала. И у нас как-то не пользуется популярностью. Я брала шортики на физкультуру. Мы носим штаны и футболка. Но как запасы вдруг забыли школьную форму, мы уже, пусть она тоже там будет, и будет храниться. И спортивная обувь уже в таком лотке мы уже отнесли. То есть, обувь на физкультуру, она у нас там будет. Также я вот думаю, сейчас покажу. Там есть крючки. И не очень у меня уже пустые вот такие вот кармашки. Я, наверное, их тоже туда отнесу для того, чтобы складывать, допустим, пенал туда. Ещё какие-то вот мелочи, которые неудобно хранить в лотке. В лотке всё-таки будут продукты. Они туда все аккуратно сложатся. Напишите мне, пожалуйста, что вы храните в запас. Какие ваши идеи. Я обязательно ими воспользуюсь. Надеюсь, мои вот тоже для вас пригодились. Потому что наши дети, да, они что-то забывают. И взрослые что-то забывают. Поэтому я стараюсь хоть что-то предвидеть. Как-то ребёнку помочь в такой вот ситуации, когда он накопил. Видите, это на крючочек можно повесить, чтобы забирало влагу. Потому что если в раздевалке у вас висит одежда мокрая, она высохнет. А там шкафчик закрыт. И будет набирать влагу. И вот видите, вот этот пакетик будет отводить сюда. Видите, капельки. Будет капать. То есть, наши курточки будут сохнуть. И для обуви это я в спортмастеры купила. Видите, вот такие вот мешочки, которые вставляются в обувь. Тоже там гидрогель. Я думаю, ну, похожие там такие же штучки внутри. Только сразу вставлять в обувь. Особенно физкультурную обувь это хорошо. Замечательно. Потому что шарики мне не понравились. Они слишком сильно пахнут. Сушилки для обуви. Видите, то есть, если влага, если потеет нога, да, для спортивной обуви, то я думаю, что это у нас будет отличный вариант. Будет срабатывать и обувь будет сухая, и одежда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова